Всем привет, друзья, с вами Дедушка. Я записываю это видео на фоне Бранденбургских ворот, через которые буквально несколько дней назад маршировали союзные армии Циня и Украины. Сегодня расскажу вам о том, что, собственно, произошел за ивент, да, про который были видео у меня на канале, буквально несколько дней назад расскажу о том, что я думал про этот ивент, как там шла дипломатия, как вообще все проходило на мероприятии. Ну, собственно, поехали. Ивент называется EU4 LAN Party, это большое мероприятие, где в Польше в замке собираются большое количество людей, в этот раз было 100 человек, и, собственно говоря, играют в Europe Universalis 4. При этом это такой, ну, по сути, больше ролеплейный ивент, где, значит, по три человека на страну, все сидят, можно выбрать исторический наряд, никаких переговоров по микрофону, никаких чатов, вся дипломатия ведется, то есть люди идут в комнату, дипломатят и потом заключают письменные договора на бумажке, и вот, значит, собственно, они вот так вот, так вот все происходят. При этом, значит, там еще ходят всякие сотрудники, одетые как монахи, через них там тоже можно делать разные всякие дипломатические штуки. В общем, все это забавно, классно и прикольно. И на самом деле, я думаю, в следующем году билеты разойдутся очень быстро, потому что мероприятие реально очень классное. Несмотря на то, что были некоторые огрехи технического плана и нетехнического плана, но в целом, я могу сказать, что мероприятие реально очень классное, и я всем его рекомендую. Собственно говоря, да, я играл в команде с двумя британцами, Оля и Бен, это очень классные ребята из Лондона, на самом деле, реально, было очень круто с ними играть, и я думаю, что если бы я не с ними играл, то, в принципе, я, может быть, и проиграл, потому что реально они сделали довольно много, много-много полезного в этой игре, не дали мне там, да, уйти в какой-то совсем рейдж и безумие, но об этом сейчас расскажу. Собственно, начали мы, мы играли на Манчу, это Джанчжу, точнее, Орда на Дальнем Востоке, и, собственно говоря, закончили мы день тем, что мы были топ-1 державой в мире, мы очень быстро жрали Китай, и на самом деле, возможно, мы немножко слава про дипломатили. Мы возьмем все Китай, мы возьмем все Инди, мы возьмем все Хордланды, О, ты возьмешь все Инди тоже? Мы возьмем все страны, мы поймем Европу, мы уберем Флори, мы уберем Орумба, мы уберем Диле Джейк, мы уберем всех. Малайзией, Малаккой, там, Кмерами и так далее, индийцами. И, собственно, Моголы забирают все западные территории, то есть, причем, то есть, пакт не должен был разорваться до того, как, значит, они не захватят нас целиком и полностью. То есть, по дипломатии у нас вообще было ноль возможностей, и, по сути, то есть, это было полное уничтожение. Нас напало шесть стран одновременно, и, собственно говоря, ну, я не знаю, то есть, мы, конечно, что, по один державу, но, против шести стран воевать невозможно, причем, что они атакуют с разных фронтов, и войск у них там было что-то в два или в три раза больше, может, даже, даже, мне кажется, больше, чем это. И, собственно, первые две войны они у нас выиграли, мы пытались бороться без шансов, мы потеряли пол Кореи, потеряли, там, пол Китая, потом они напали с нас еще раз, и тут я уже решил, собственно, я в этот момент я уже хотел, на самом деле, рычквитать, я хотел просто, если бы это был не польский замок, я бы собрал вещи, просто ушел, обматерил бы всех, но, собственно, Бен и Олли сказали мне, типа, Павел, держись, держи себя в руках, мы что-нибудь сделаем. Ну, и, собственно, что я сделал, я подумал самую логичную, стандартную вещь, что я сдам со всем, кроме Японии, потому что Япония взяла навал, и с Японией можно было воевать. Плюс у нее не было земли на континенте, ее можно было отбрасывать в море. Поэтому я сдался там всем остальным, unconditional surrender, и как только они приняли, пошел просто рейпить Японию, и в итоге 25 лет мы с ней воевали, я там где-то 1150, наверное, похоронил и отправил, просто в море сбросил, повайпал, ну, и, собственно говоря, в какой-то момент даже там Мивар, Мивар пришел повоевать с нами, помочь Японии, я его тоже выбросил к херам собачьим. Ну, и, собственно говоря, в какой-то момент оказалось так, что им проще осталось задипломатить с нами. Ребята там ходили, пытались договориться, в итоге под нажимом Персии с нами был заключен договор, по которому мы теряли вообще все, мы теряли всю Корею, весь Китай, там, на западе земли, у нас осталось только вот эти маньчжурские стартовые земли, но при этом мы оставались живыми. И, честно говоря, это очень плохая ситуация была, очень хреновая ситуация, при этом был заключен договор вот этой сферы к процветанию. То есть, по сути, изначально этот хакбокс восточный, он был против нас собран. И потом, когда они нас уничтожили, они заключили такой большой-большой альянс на всю Азию, что, значит, никто никого не атакует, и если кто-то рыпнется, то все должны его нагнуть. Вот. Ну и, собственно говоря, мы тоже, естественно, его подписали, потому что, если бы мы его не подписали, нас просто добили бы тут же. Ну и вот, собственно, после этого, да, во второй день, к концу второго дня мы начали медленно, очень медленно, потихоньку развивать страну. Там у нас бы, кстати, в банкротство упали. Ну и, собственно, я пошел дипломатить уже с людьми, и я пытался найти просто какие-то возможности, какие-то маленькие лазейки, маленькие какие-то вот недочеты, где кто-то кого-то что-то не любит во всей этой вот азиатской сфере на кучу игроков. Пытался, пытался что-то где-то хотя бы выговорить. И в итоге, кстати, это все удалось. Мне удалось сколотить недоверие между Малакой и всеми остальными. Малаку тут же пильнули, убили, убили Малайзию, земли на континенте, Маджи-Пахита. И, собственно говоря, почти все земли в Китае получил Могола и Ариса, но мы получили часть, мы получили немножко, но что-то мы получили. И вот потихоньку, по чуть-чуть, мы получали эти земли в Китае и по чуть-чуть росли. И после этого я пытался еще дипломатить много всякого разного. И мы все время пытались договориться с Персией. Мы все время пытались, персы это такие, ну не друзья, а знакомые Оли и Бена Ирел. И они пытались договориться. Но персы, там один чувак был, который очень не хотел воевать. Они почему-то его слушали. И в итоге мы не пошли, не пошли на... они не пошли нам помогать еще в самом начале. И в итоге как бы все было плохо. И тут я подумал, типа, а что если прекратить прекратить дипломатиться с Персией? Потому что Моголы и Ариса Мевар хотели Персию попилить. Я пошел к Моголам и говорю, пацаны, типа, давайте мы с вами под дипломатим, давайте мы с вами станем союзниками. Потому что персы, как бы они нам все что-то обещают, 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 обещают. Но союзниками они там так и не стали. И Моголы такие, а давай. И после этого я заключил идеальный договор. Мы получили всю Корею назад. Мы купили ее за 5000 голды. Вообще ни о чем. Мы получили часть земель в Китае. Это все, все было все. Просто за то, что мы один раз помогли в войне с Персией. Даже не помогли в войне с Персией. Мы заключили договор. Собственно, мои... Когда этот договор заключили, я пошел к Бену и Оле. Они говорят, не, пацан, чувак, мы не будем предавать Персию. Тут я начал пытаться искать какой-то компромисс. В итоге мы договорились на следующее. Первое. Мы войдем в войну против Персии, чтобы не бэкстабнуть их. Мы будем давить восстание на территории Моголов и Арисы. Два. И третье. Если западные державы, европейцы придут на помощь Персии, то мы будем воевать с ним на территории Моголов. Но мы не будем воевать с персами на территории Персии. Ну и, собственно, все отлично прошло. Мы там повайпали французов или там пруссаков. Я уж не помню, кого мы там навайпали. Отлично прошла война. По-моему, они то ли что-то взяли у Персии, то ли белые заключили. Но все в том, что мы выполнили свои обязательства. Теперь мы стали свободны. У нас Корея, у нас пол Китая. Более того, мы договорились, что с Японией мы теперь реальные союзники. Ну и, собственно, к этому моменту мы уже стали такой нормальной, сильной державой. А потом, собственно, пошла дипломатия дальше. Я пытался разбить этот восточный хакбокс, который индийский, да, Моголы, Арис и Мивар. Но не получалось. Все еще не получалось. В основном не получалось, потому что Персии не хотели воевать. А если хотели, там у Перса был большой союз, плюс там Рутения собралась из Грузии. Но Европа им угрожала. Я прихожу к Европе, говорю, европейцы, друзья мои, пожалуйста, не лезьте, не лезьте в наши азиатские дела. Дайте мне разбить восточный азиатский хакбокс. Дайте мне уничтожить этот альянс. Дайте мне вернуть дипломатию в Азию. Не мешайте нам. На что мне итальянцы говорят? Нет? No chance. И тут я, значит, разозлился. Говорю им, если вы придете в нашу азиатскую войну и помешаете нам разобраться с нашим разборком в Азии, я приду и сожгу ваши города. Я приду и уничтожу вашу Европу. Мы придем всей Азии и раскатаем вас к таким чертям собачьим, что все, вы будете мертвы. Я возьму ваши столицы, их сожгу и превращу в свои марки. А они говорят, ну ничего, нам типа пофигу. Я говорю, окей, окей, окей. No problem. Собственно, после этого, после этого, да, действительно была война. Да, кстати, была там еще одна война, когда моголы напали на персов. Мы пошли их защищать. И нам помогла Япония. Япония вписалась за нас, хотя, собственно, могли нас кинуть и пойти за моголов. И на самом деле, это был очень такой... Они не то чтобы очень сильно помогли, но мув был знаковый. И, собственно, до этого момента я хотел ближе к концу игры все-таки Японию пильнуть, уничтожить ее, потому что, ну, почему нет? Типа, они нас, как бы, они против нас были, ничего не значит, и я потом и хотел пильнуть. Но после того, как они пришли в войну против моголов, я понял, что, ну, ладно, ладно, парни, все, как бы, они помогли нам, поэтому... Ну, то есть, я отказался от этих планов уничтожить Японию, потому что они реально союзники. Ну, вот, собственно, после этого, после этого пошла... Да, мы... Я чудовищными усилиями мне удалось перетянуть на свою сторону моголов против Арисы. Арисы, да, которая стала Непалом. Мы пошли на войну. Персы, Руте... Нет, Руте не помню. Или Руте не была, не помню. А, моголы были, да. Были Персы, моголы. Мы пошли на Арису. И тут пришла Европа. Европа пришла помогать. То есть, они второй раз вмешались в наши европейские войны. И, как бы, не вопрос... Собственно, там пришли итальянцы, я их повайпал. Пришли французы, они там что-то побегли, побегли, но ничего не сделали. В итоге мы распилили этот Непал, который собрался из Арисы. Он, собственно, перестал существовать как страна, считай, сдох. И после этого я сказал, ну, что, пацаны, как бы, пришло время платить по счетам, ублюдки. Вот. Мы там уже, то есть, ну... А поскольку Арисы не стало, смоголы, мы друзья, Персы наши друзья. И, собственно, мы решили идти на Европу. Ну и пошел финальный пуш. Я пришел там на стрим, говорю, все, пацаны, ваши столицы будут моими. Ну и в конце мы пошли огромной, значит, войной. Причем там очень забавно было, Европа пыталась продипломатить против нас, собрать большой альянс против нас. Я в этом случае сразу пошел к папе, говорю, а там папа римский собирал, значит, альянс, чтобы тоже по всему миру, чтобы вернуть себе Рим. Потому что его выгнали из Европы, а он очень хотел вернуть себе Рим. Вот. И я говорю, папань, не вопрос, только давай быстрее. А то просто нас пойдут, и никакого Рима ты не получишь. Ту войну мы, кстати, проиграли потом в итоге. Мы там белыми мирами повыходили, потому что там реально какое-то безумное количество людей при нас пришло. Там пришли, там, Рум нас предал, мамлюки нас предали. Потом их тоже раскатали, кстати. Вот. Ну и потом, через какое-то время пошла опять финальная война, по которой, ну, собственно, увидели, что происходило в последние годы игры. Взяли Берлин, взяли Париж, взяли Рим, раскатали к чертям собачьим всю эту Европу. Ну и, собственно, они получили, что хотели. Они, причем, до этого они хотели провести войну Франция против Италии. Типа, пожалуйста, не мешайте нам. Я говорю, пацаны, готов вам дать 20 лет, но после этого мы придем? Не вопрос. Они говорят, нет, да иди ты нахрен, типа, заколебали вы с Виазией. Я говорю, пацаны, вы не в той позиции, чтобы со мной дипломатить со стороны силы. Как бы, поэтому давайте договоримся. Они говорят, нет, нет. Я говорю, ну, раз, на нет, сюда нет, приду, раскатаю вас чертям собачьим. Не вопрос. И что я хотел сказать. Все страны, все страны, без исключения, которые ганкали нас на старте, они все были наказаны. Япония минус Корея, наказаны. Моголы минус Китай, наказаны. Хотя они Китай сам, а сами отдали, но по сути отдали. Ариса уничтожена. Хмеры лишились почти всех территорий, стали вассалами, уничтожены. Малака уничтожена. Маджапахид потерял территорию в Китае. Мивар тоже почти уничтожен. Все были наказаны. И это мое главное достижение за игру, потому что моя цель была не то, чтобы даже стать топ-1 державой, а просто уничтожить, уничтожить всех тех, кто сколотили большую аналку против нас. И мы их всех уничтожили, по сути. Собственно, что я хотел сказать. По сути, все войны в игре велись мной. И сейчас я даже хотел извиниться перед парнями за то, что я довольно много управлял страной. Ну, они говорят, нормально, было реально очень круто посмотреть на то, как управляет в войнах человек, который много играет в мультиплеер. Потому что мы подцепили очень много интересных моментов к поведению войны. И, собственно, были даже благодарны мне за то, что я показал там некоторые вещи, как делать. Да, кстати, на папе был настоящий священник, настоящий католический священник, который был в конце очень рад, что мы вернули ему Рим. Он был в настоящем облачении. И он был прям очень-очень рад, благодарен нам за то, что азиаты, конфуции, муслимы вернули папе настоящий Рим от Италии. Это было очень круто, это было очень приятно. И это вот к вопросу о том, что некоторые англоязычные говорят, что меня там кто-то не любит. Да нет, любят меня все. Особенно папа меня любит. Понимаете, что там Италия, Франция, и Пруссия недовольны. Ну, блин, типа их проблемы. Вообще по барабану. Не бывает выигрыша. Никто не выигрывает, когда кто-то ничего не теряет. Если кто-то выигрывает, значит кто-то проигрывает. Поэтому отца нормально. Чтобы выиграть, нужно, чтобы кто-то что-то проиграл. Европа – это не игра с нулевой суммой. Да, кстати, еще должен сказать ради большой-большой респект революционной Украине, бывшей Грузии. Там играли три парня, из них два русских. Они, по-моему, там в Лондоне тоже где-то живут, но они, собственно, русские. Очень клевые, очень клевые парни. Очень хорошо играли, очень хорошо воевали. Огромный им респект. Ну и, собственно говоря, они тоже получили свою огромную дозу фана. Они получили, да, свои земли в Европе. И, по сути, это было очень круто. Они все очень рады. И я тоже рад за них, потому что реально игра была очень интересная. Что еще хочу сказать? Да, по поводу стрима. По поводу стрима, Paradox продюсер был очень, как оказалось, он был очень недоволен тем, что русский чат пришел в Твитчат, тем, что устроил там какой-то набег, значит, там рейд, да, вот эти все Dead Take Paris. Вот, о них всех там пытались банить. И потом у меня был разговор с стриминг-продюсером, который, значит, собственно, сказал, что, типа, чувак, мы даже рады тебя приглашать в наш ивент, как Флори, потому что у тебя большая-большая база, но разберись со своими, значит, русскоговорящими фанами, чтобы они не уничтожали наш чат, потому что такое поведение, типа, неприемлемо, только англоязычный чат, только спокойный чат, вот, и, собственно говоря, не знаю, что с ним делать, но, наверное, буду, да, просить вас, просить вас, ребят, не писать на русском в чате, будем делать какой-то отдельный стрим, потому что в этом... Я не мог сделать свой стрим, потому что интернет был очень слабый, а про рехозник мне что-то даже забыл. Ну, собственно, вот, так что конфликт с парадоксами, по сути, был исчерпан, потому что, ну, то есть, да, просто им не нравился русский чат, плюс, там, когда я первый раз пришел на стрим, я потрогал мышку одного из стримеров, и они сказали, что, не, чувак, так делать нельзя, нельзя, не трогай мышь, мышь нашего стримера. Окей, окей, ладно, хорошо, сори. Надо было просто сказать мне сразу, я бы ничего, собственно, такого не делал, просто, как бы, из-за этого все и возникает. Ну, и, собственно говоря, что, собственно говоря, что, все, наверное, все, отличная была игра, мы победили. Я даже не ожидал, вот, после первого дня, что после второго дня, когда нас полностью уничтожили, что сможем победить, что мы, actually, сможем прийти в Европу, всех уничтожить там, и подвоевать против всех, держав игре, и всех победить. И это было очень фаново, это было очень круто. Спасибо вам, ребят, за поддержку. Поддержка была очень классная. Мы все-таки взяли Париж. Наконец-то, наконец-то. Париж наш. Я, как бы, не ожидал ничего большого. То есть, у меня, как бы, опыта, в принципе, в мультиплеере нету. Вот, я ехал чисто ради дипломатии, ради того, чтобы побегать, пообщаться, всякие интриги туда-сюда. В итоге оказалось, что был последний день, и мне приходилось управлять этими огромными стаками в, значит, в этой войне в Европе. Было очень стрессово и так далее. Но сама вот, сама атмосфера, вот само, как это, не знаю, вот быть там, да, даже вот помимо самой игры, даже помимо кликанья просто мышки, именно вот то, как ты, как ты все это делаешь в реальной жизни, все переговоры, все вот эти вот пакты, которые ты заключаешь, эти шушуханья в этом, в крипте и в лесу. Вот это вот все, это просто вообще непередаваемо, абсолютно. Это такой уникальный экспириенс, который ты никогда не получишь ни в одном мультиплеере, который ты играешь, а Paynet. Так что это замечательно. Спасибо, ребята.